добрый вечер я пытаюсь разные ветви лекции делать там авангард просто по истории кино лекции российские какие-то кинтографисты всплывают и просто современное кино вот это вот из той же серии что корнель мундруца лорейн снимать только в 2000-х стал это даже не сначала поэтому это совсем-совсем свеженький режиссер хотя уже довольно маститый значит надо сказать что чили это очень маленькая страна но при этом с очень драматической судьбой и эта драматическая судьба является определяющим для чилийской культуры она вскидку еще так сложилась история чили ее коммуникация с европой в частности что это одна из самых интеллигентных стран на территории южной америке то есть чили аргентина уругвай в испаноязычном сегменте это самые живые в культурном плане страны хотя кинематограф практически в любой даже самой маленькой стране южной америке как-то поддерживается на систематической основе развитые выбрасывают каждая страна даже такая отсталая в политическом плане как венесуэла все время бросают какую-то интересную кинетографии вообще непонятно как в венесуэле на что они снимают но тем не менее фильмы каждый год появляются и попали себе достойный тем не менее чили одна из высших точек латиноамериканской культуры в области кино потому что вот это вот коммуникация с европой плюс национальные традиции любая латиноамериканская культура нас заквашивается на смеси европейской культуры и то есть культуры пришедшие и индейской культуры культуры нативный даже автохтонный такой а вот не то что там какая-то мощная кинематография просто она очень живая то есть для того чтобы вспомнить о чилийском кинематографе достаточно назвать там несколько имен всего но это огромные режиссеры алехандр ходоровский и рауль руис один живой другой покойный уже 2011 году ушел рауль руис от нас ну это не просто очень крупный режиссер латиноамериканские это режиссеры которые входят в два десятка самых сумасшедших режиссеров мира и вот на них как на китах стоит черепаха мирового кинематографа то есть ну в каждой стране можно такого накопать там у нас есть парочка там французов есть там пятерочка и так вот и это будет не очень много несколько десятков режиссеров на всю историю мирового кино вот таких ну совсем оторванных и вот два из них чилийца и так случилось чтобы эти чилийцы поскольку события истории чилийской драматические не могли не пройти мимо них оба они привязаны к парижу то есть это два чилийских режиссера абсолютно глубоко утопленных чилийскую культуру но многие годы десятилетия жизни у них связаны с парижем то есть это типичная культура кинематографическая культура диалога в данном случае но это не единственные крупные режиссеры есть такой классик наиболее актуальные до конца 60-70-х годов эльбио сота есть генерация очень популярных молодых ну относительно молодых 50 до 50 50 режиссеров чилийских которые востребованы мировой фестивальной системы сейчас в чили их вот этих мало вот эта генерация таких молодых и популярных значимость которая всемирная растет их сейчас несколько ну есть женщина режиссер клаудио льоса есть режиссер который переехал в штаты но снимает в общем фильмы с чилийским привкусом себастьян сильва не скажу не скажу что я например люблю очень его фильмы но тем не менее там очевиден авторский язык и тематика у него такие лгбт темы скрываются поскольку он сам к этому имеет отношение себастьян лелью один из самых популярных и собственно первый режиссер который получил в чили оскар и как ни странно еще и режиссер а также продюсер в том числе этого себастьяна лелью герой вот этой моей лекции пабло ларин вот он сейчас вместе с лейла ушел наиболее глубоко презентовать глубоко в мир презентовать чилийскую культуру у себастьяна лейла нет проблем с деньгами из европы из америки для производства своих фильмов благодаря оскару за фильм 17 года фантастик мухер фантастическая женщина у лоррейна он снял картину в штатах он сделал сериал для американских огромных гигантов электронных сейчас он работает над важный для британии картиной который чуть попозже расскажу в любом случае лоррейн вот он один из двух высших точек при том что ходоровский в активной фазе и в общем каждые два года нас радует своими яркими во смыслах фильмами удивительно что в 90 лет можно такую сохранять ясность мысли и творческую игривость вот но лоррейн он не только режиссер как как лейла но еще и продюсер то есть его активность двумя руками происходит парадоксальная фигура он родился как раз совсем недавно 19 августа 76 года он родился в то есть это столичный житель родился в очень интеллигентной семье отец у него был на профессор право а потом стал сенатором и министром министром была и мать лоррейна то есть эрнан лоррейн и магдалена матте это вот его родители и оба министры правда в разных правительствах хотя премьер-министр у них был один и тот же парадокс в том что это были право и правительство то есть правительство правой ориентации и больше того его отец даже возглавлял партию национально независимую демократическую независимый демократический союз ю ди ай а такая аббревиатура у них то есть одну из крупнейших правах партий а сын ну на последних выборах важных для чили он голосовал за левое правительство то есть за мишель бочелет то есть ягодка яблони яблочко упала далеко учился он тоже в сантьяго столице окончил юниас это институт искусств и аудиовизуальной коммуникации и специализировался он по аудиовизуальной коммуникации поэтому собственно и продолжает себя и как продюсер это одна из форм аудиовизуальной коммуникации как режиссер и как режиссер рекламных роликов и музыкальных клипов 2003 году он с братом хуан-де-диус лоррейн его брат вот они создали брат иск исключительно как продюсер работает они создали свою компанию fabula production продусе вам и эта компания собственно производят все фильмы лоррейна а если он снимает где-то за пределами родины она является все на ведущей продюсерской компании или к продюсером на всех его фильмах лоррейн снимать начал 2001 году то есть молодым человеком в 26 лет 25 значит я сейчас опишу явление лоррейн как явление и объясню почему он был выбран мной для лекции то что не совершенно не на поверхности лежащая фигура и потом немножко пробегусь по фильмам применить на кого биографии то есть тут поскольку он в общем какую-то такую большую жизнь еще не прожил отдельно на биографии фокусируется почти не имеет смысл значит чем он интересен поскольку это режиссер средних лет он находится в стадии становления все еще то есть сейчас мы не можем сказать снял он свои лучшие фильмы уже или снимет в дальнейшем у него есть неудачи и это пока не сложившийся автор который на эти лоучера смотришь фильмы сразу понимаешь ага лоуч или там смотришь анилиновую красоту какую-то и понимаешь что это альма-довар или смотришь там что-то все медленно ничего не говорят и друг на друга понимающий смотрят а потом затемнение этот же армуж то есть вот вот с лорейном как если каждый его фильм вот через эту призму пропустить авторской эстетики нет такого нет у него она в стадии становления находится но какой-то момент он стал знаменит благодаря нескольким фильмам всемирном масштабе во всемирном фестивальном профессиональном масштабе стал знаменит благодаря нескольким фильмам которые показали его именно как автор а поскольку я в рассказах своих про эстетику в кино интересуюсь вот именно авторскими стратегиями мне показалось это дико интересно поскольку для меня очень важно чтобы авторская стратегия работала на образность кинематографе то есть чтобы она разрушала то что я все время называю линейным нарративом линейный нарратив мне кажется это беда болезнь раковый опухоль кинематографа которые его уже уводят туда вот в сериалы и размывает собственно образную глубину и соответственно эффект воздействия на аудиторию поэтому режиссер становления пабло лоррейн он хорош именно вот теми несколькими фильмами в которых он показал себя как такого вполне себе упертого автора со своим языком со своим тематическим каким-то набором интересов и благодаря этому прославился дальше началась такая глобальная коррупция знаете сейчас основная беда режиссеров это вот такая глобализационная коррупция вы вас заметили на netflix и или вы получили какой-то приз оскар шмоскар и тут же вам бегут физиономию тыкают деньги и начинается разложение вас как автор очень мало кто с этим справляется то есть если вы попадаете даже в независимый продакшен американский шансы что вы как автор там выживаете сохраняете свою авторскую эстетику то собственно чем вы прославились и чем вы ценны для мира очень низкий если вы работаете на корпорации на онлайн стриминги шансы что вы сохраните свою эстетику очень низкий если вы снимаете фильм о предложенному вам большой студии пусть это к продукции или американская студия по предложенному вам сценарию шансы что вы сохраните свою авторскую эстетику то есть свое лицо свою идентичность очень низкий то есть сохранить себя как автор очень сложно тем не менее до того как лоррин попал ситуацию когда ему все физиономии пихают деньги предлагают что-то сделать эксплуатируя как им тем кто предлагает деньги как им кажется что то что он лучше умеет чем другие атака такое направление есть у лоррейна то дальше выдержит лоррейн этого или нет непонятно пока на мой взгляд он не выдерживает он снимает большие фильмы с большими актерами с огромными деньгами на очень значимой темы но я боюсь что эстетика его которым был ценен которым сам создал то есть такая сумасшедшенка авторская его рассасывается в чем же эта эстетика значит как я сказал она родилась не сразу и сейчас ее нащупать может только внимательный глаз но тем не менее она кристаллизовалась какой-то момент хотя первое первое он первую свою работу он снял в 2001 году то есть это что-то такое после студенческая или студенческая еще я это пытался найти короткий метр найти не смог называется как-то странно праздник соли ешь и радуйся что-то такое что это за ешь и радуйся я не знаю никакой информации не по сюжету не по актерам может это документально неизвестно значит я пытался на испанском найти какую-то информацию тоже нету ничего второй фильм уже свой серьезный самостоятельный он снимает в 2005 2006 году называется он фуга или по-русски бегство и это интересная работа но по-своему это такая такая залипуха картина яркая ее на большом экране смотреть очень интересно она была замечена фильм сразу получил награды картохене это очень важный фестиваль для латиноамериканского кино на латиноамериканском континенте в малаге на юге испании две награды получил триесте на фестивале латиноамериканского кино тоже получил две награды режиссер был в таком европейском и латиноамериканском контексте сразу замечен но вот это после наслаждайся солью и ешь и наслаждайся бегство совершенно другое то есть никак нельзя даже не знаю о чем фильм про соль совместить первый полнометражный дебют с тем с чего он начинал это что-то разное это история композитора композитора такого сумасшедшего таланта куда-то отсылает к тому суману и талант развился в юные годы у мальчика под воздействием травм мальчик видит изнасилование гибель своей сестры которую не сильно его старший который занимается на берет берет уроки на рояле и эта травма кровавая приводит его к тому что в нем он слышит некую музыку и становится каким-то необычным композитором но поскольку травма сильнее чем его талант она его приводит сумасшедший дом и следы его теряются а в то же время второй герой какой-то не очень удачливый композитор но хваткий который находит фрагменты партитуры произведения вот этого главного героя и главного героя зовут элисео и вот этот элисео потерявшийся он в какой-то момент находясь в заточении когда еще в промежутке между обычной человеческой жизнью и жизнью в дурдоме он находится в комнате где он свою партитуру оставляет на стенах каким-то образом эти стены где что-то стерлось что-то нет сохраняют эту партитуру поскольку профессиональный ушлый композитор ее замечает он пытается эту музыку воспроизвести там не хватает важных фрагментов он начинает расследование по поиску автора а произведение называется макабра рапсодия макабрическая рапсодия понимаете макабр связано со смертью но вот в какой-то момент он там очень много событий это очень такой латиноамериканский сочный фильм и он сочный в том смысле что там очень много каких-то ходов героев разговоров хватило бы на целый десяти серийный сериал вот он находит своего героя он находит этого элисео и пытается из него потому что он понимает что он нездоров что он не жилец в общем-то и он пытается из него выжать эту музыку буквально чтобы тот хотя бы один раз сыграл целиком произведения и записать ее на магнитофон а элисео сыграть это может только если какой-то триггер срабатывает и ну вот опять же сценарная свобода пабло лоррейна а он для некоторых некоторых своих фильмов участвует как сценарист хотя его авторство вот именно в углублении в сценарии она тут не принципиально так вот свобода режиссер лоррейна приводит к тому что по сценарию ничего умнее значит этот ушлый композитор который хочет у гения получить его музыку не придумывает как вывести элисео на некую некую платформу в открытом море на ней стоит рояль на этой платформе и как только значит там кто-то до клавиатуры дотранится это будет триггером для элисео он тут же сядет и сыграет ну в общем абсолютно шизофреническая в таком в чилийском духе вполне в ходах фодоровском и в руисовском духе сумасшедший такой протуберан сценарный и дальше там я вам рассказывать не буду в общем вполне себе такая залипуха которая там очень много роялей был уничтожен и во время съемок фильма поскольку главный герой он у него контакт с реалии не только потому что он сочиняет музыку но у него иногда его пробивает на то чтобы каким-то очень красивым дровосехским топором которые неизвестно откуда у него в квартире оказывается тоже по сценарию то так такое видимо может быть он начинает рубить эти рояль и там их много у него в общем такое впечатление что молодой лорейн насмотрелся каких-то европейских музыкальных клипов там эти мариана фейтфул там тоже рояль какой-то падал у нее вот и снял такой фильм но в принципе один раз такую картину особенно на большом экране посмотреть можно но элементов авторской эстетики какой-то вы там не найдете там вы найдете через чилийскую сумасшедшинку латиноамериканская какая-то сгущение событий но там есть один важный элемент авторства будущего авторства лорейн кроме его самого и его брата который сопродюсером выступает это актер альфреда кастро вот это первый элемент авторской эстетики пабло лорейна который он находит строя себя как автора это вот это актер актер не молодой актер ну сейчас не молодой но в 2000 до тоже 55 года рождения чилийц тоже родился в сантьяго с необычной внешностью с необычным носом у чилийцев такие характерные носы крупные и такой немножко не то что пугающий но очень сдержанный мимики причем актер с очень широким диапазоном возможности он у лорейна разнообразные роли совершенно фантастических героев и реальных героев даже президента чили реального играл то есть это настоящий драматический актер но при этом этот актер удивительным образом свою авторскую вот эту манеру какую-то такую особую свою идентичность не теряет она заметна если один раз вы видите альфреда кастро даже если это маленькая роль вы больше его не забудете и будете на него реагировать то есть этот актер его пластика актерская будет для вас триггером воспоминания о том что это было что-то интересное запоминающиеся вот это был первый элемент который он нашел там он играет одного из персонажей тоже ушлого тоже пытается воспользоваться главным героем элисео в элисео кстати там спорные роли в целом такие может быть не все роли подходят своим персонажам но вот актер который сыграл чилийский актер который сыграл элисео главного героя сумасшедшего композитора бенджамина викунья сыграл замечательную роль тоже запоминающийся никогда потом больше не появлялся у лоррейна к сожалению и вот альфреда каста так вот альфреда каста он тоже пытается воспользоваться персонаж альфреда каста главным героем но только не в реальной жизни а замкнутом пространстве дурдома он пытается воспользоваться его гениальностью чтобы он отвлек всех и дал возможность ему сбежать из дурдома тоже такой простой сценарный ход причем там какая-то лгбт тематика поскольку он играет гея запертого в пространстве дурдома возможно это связано с его гейством то есть с трансвеститским гримом со всеми делами тем не менее вот этот первый авторский элемент был найден ничего подобного не такого вот безумного коктейля латиноамериканского практически не предлагает в своих фильмах пабло лорин но зато сразу после этого фильма начинается его золотой период который дает ему возможность стать известным в кругу профессионалов зазвучать как авторское имя на международных фестивалях и кристаллизовать свою эстетику у которой есть элементы совершенно четкие которые вот у меня названы как фрагментарная история название лекции и собственно за что он и ценен почему мне показалось важным это эстетика поскольку это очень необычная эстетика коммуникации режиссера и истории у меня в названии этой истории она имеет иду не только историю нарратив рассказ но и историю как череду исторических событий конечно так вот он историю имея ввиду эту историю и другую историю в диалоге с ней создает необычную структуру коммуникации он же помните учился по аудиовизуальной коммуникации я думаю в те годы когда учился у нас в советском союзе вообще такого не было понятия аудиовизуальная да и слово коммуникация тоже было в общем не модно поэтому нас такому не учили аудиовизуальной коммуникации его уже учили аудиовизуальной коммуникации и вот аудиовизуальную коммуникацию в этих своих фильмах которые пойдут как авторские фильмы с авторской эстетикой он нашел очень необычный ход с взаимодействием с историей история большая и история как маленькая история то есть рассказ то что происходит в фильме значит 2008 году он снимает картину тони манера тони манера это такой мем кинематографический если вы не смотрели не знаете этого персонажа ну такие мемы они иногда появляются в кино да мы можем вспомнить как один из мемов персонажа роберта де нира в такси драйвере мы можем вспомнить из другого поколения до мемы из фильмов из криминального чтива тарантина там несколько героев и таких мематических и вот есть герой тони манера который тоже является таким мемом по-своему культовый герой фильмы 77 года лихорадка субботнего вечера это джона бетхэма фильм американская картина тра джон траволта играет свой первый золотой период 2 у него наступил благодаря тарантино как раз в 90-е годы с криминальным чивом я не зря его вспомнил а первый был в конце 70-х когда он сыграл в нескольких картинах и при принципиально для него была вот эта картина бетхэма лихорадка субботнего вечера лихорадка субботней ночи и с последующей картину следующем году бриолин обе картины танцевальные внешность у траволты несмотря на то что он конечно потом раздобрел там пил и все такое и пришел уже совсем другой внешностью к тарантино тем не менее для 70-х годов для танцовщика который в танцевальном фильме играет внешность нетипичная было внешность траволты сыграла на то чтобы он привлек внимание к себе массового зрителя в том числе он был нетипичен и очень много нетипичных людей отреагировали на то что вот такой атипичный герой тем не менее такой культовый танцор звали персонажа тони манера также называется тони манера фильм ну тут больше не латиноамериканская итальянская что-то да тем не менее прямо так она называет свой фильм 2008 году пабло лорин и в главной роли естественно играет эльфреда кастро поскольку он этого актера уже увидел почувствовал и начинает складывать свою авторскую эстетику значит этим фильмом открывается то что потом стало называться в кругах профессионалов как непреднамеренная трилогия на самом деле к этой непреднамеренной трилогии примыкают еще две картины то есть уже пентология считаете и плюс еще одна картина которая еще не снята должна выйти в этом году который сейчас в британии заканчивает пабло лорин но трилогия это принципиально важна тем что все три фильма происходят в один и тот же период исторический чилийский исторический период принципиальный для всей культуры и истории чили двадцатого века это период диктатуры генерала августа пиночета это травматический период когда крайне правы через военный переворот поддержанный цифру приходят к власти убивают избранного левого коммунистического президента сальвадора льенде и повергают страну в кровавый кошмар на 20 лет характерная особенность этого кровавого кошмара в том что чилийская культура этого периода практически не существует то есть сам лорин поскольку для него принципиален этот период и сам он из семьи правых как я сказал семьи двух министров а при этом выражает если не коммунистические то левацкие взгляды в своем кинематографии в своем кого в своей коммуникации с градом и миром так вот он этот период естественно понимает как принципиальный и часто высказывался на эту тему он всегда говорил что удивительная особенность это этого периода исторического 20 или 20-летнего не в том даже что не было ярких произведений не в области литературы не в области подлинных таких интересных миру не коммерческих коммерческая все происходило и кино снималась и сериалы и книги писались естественно все это было в чили в пиночатовскую эпоху вот так вот они не было никаких значимых произведений просто как корова языком слезала и у и вообще правые пришедшие к власти во главе с пиночатом как-то не интересовались вот всерьез культурой том числе мировой и лорейна в своих интервью очень важные слова говорит он он выводит это из невежества он считает что правые их особенность культурная вот это свойственно той же группировки которые сейчас у власти в россии невежество любое невежество в области художественной культуры в области науки исторической науки в области коммунитарных наук в целом он год невежество поскольку они не знают материала они об этом не способны высказываться говорить они могут это или игнорировать или что тупее запрещать то есть проблема правах даже не в том что они преследовали художников а огромное количество художников погибло исчезла эмигрировала в этот период включая всех крупнейших режиссеров чилийских их ходоровский уехал и рауль руис уехал и илью сота уехала и его фильм был запрещен буквально в первый же год в первый же месяц появления и репрессиям подвергся главный культурный герой чилийского народа известный у нас под именем пабло народа ему условно повезло он умер буквально через несколько дней через неделю после прихих прихода после 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 военного переворота и именно поэтому мне хотелось поговорить про эту эстетику которая сформировала на материале вот этого кровавого 20-летия в чили пабло ларин потому что мне кажется он создал язык который дал возможность исследовать явление которое нам еще предстоит исследовать на собственном материале у нас вся эта авторитарная ситуация находится в развитии ничего нового никогда правы и не придумывают они двигаются всегда в одном направлении запретов и давления то есть насилия и соответственно что происходит с обычным человеком ведь огромное количество людей как бы не вовлечены в зависимости от того чем вы занимаетесь и от вашего интеллектуального уровня у вас коммуникация с политическим режимом который является давящим является давящим для всех но эта коммуникация она различается и соответственно есть люди которые ну как бы не имеют к этому отношения не замечают живут себе спокойно их не беспокоит и вот именно таким людям посвятил свою трилогию исследованию исследование этого феномена посвятил свою трилогию пабло ларин чем он собственно мне очень близок для чего я захотел и поговорить об этой эстетике так в чем же это эстетика что он делает тони манера первый фильм очень коротко сюжет возможно тут будут какие-то спойлеры но тем не менее если вы не видели фильмы посмотрите я говорю об эстетике поэтому если вам будет интересно попытаться ее извлечь уже при собственном просмотре то есть для себя персонально не на словах а визуально то то что вы знаете сюжетные ходы не будет вас смущать а те кто видел ну тем более значит сюжет очень простой сантьяго окраина пиночет у власти среднего возраста слабо обеспеченный персонаж альфреда кастро имеет одержимость мы очень быстро первых кадрах про эту одержимость узнаем он одержим фильмом лихорадка субботнего вечера лихорадка субботней ночи он ходит на него на каждый сеанс видимо каждый вечер какой-то кинотеатрик платят деньги сидит иногда один зале иногда не один и смотрит этот фильм но это не киноман он одержим он не типичная я сказал что манера альфреда кастро очень такая своеобразная сдержанная такая непроницаемая он одержим как выясняется танцем в исполнении джона траволт в исполнении тони манер он одержим этим танцем он смотрит его и и ложь начинает всего трясти он хочет повторить эти движения но выясняется дальше что это не просто одержимость этот танцем а он хочет этот танец повторить не для себя а для публики он хочет получить какой-то адреналин от окружающей среды и лучший способ получить адреналин от окружающей среды в эпоху когда еще интернет не был распространен хотя он был уже изобретен в шестьдесят девятом году и первый email был послан именно в шестьдесят девятом году из двух знаков состоял по моему часов шесть отправлялись эти два знака но так вот в эпоху когда интернета не было самый яркий способ прославиться получить свои 15 минут славы вспоминая до цитату энди орхал это попасть на телевидение на телевидении объявлен на национальном чилийском телевидении пиночетовском телевидении объявлен развлекательный конкурс и одну там поскольку телевидение исключительно развлекательная пропаганда и развлечения вы можете открыть наш телеканал любой получить тот же набор значит знаний о мире так вот он попадает в секцию где соревнуются имитаторы имитаторы знаменитых киногероев поскольку фильм видимо все происходит в семьдесят седьмом году самый расцвет пиночетовской эпохи он пришел к власти семьдесят третьем году переворот случился 11 сентября семьдесят третьего года штурм дворца ла монеда сантьяго дачили и семьдесят седьмой год это вот такой на пике режим соответственно фильм свеженький американский идет во всех кинотеатрах соответственно тони манера культовый герой это итальянское или латиноамериканское имя привлекают к нему и танец свойственный любым латиноамериканцы просто на уровне крови бы я я не знаю если вы были в латинской америке каждую пятницу если вы в любом латиноамериканском городе какой-то момент вы начинаете слушать ритм барабанов и видите бесконечные парады танцующих школьников каких-то клубов они идут десятками все люди на улице тут же начинают пританцовывать это потрясающе всегда зрелище невозможно и не подыграть но только выясняется что-то латиноамериканцы они мгновенно встраиваются в этот ритм любого объема человеку любого возраста и пола может тут же подыграть бедром а ты русский не можешь это сделать ну нет этого в крови ты можешь только что такое потрястись не вписываешься в среду и понимаешь что в общем есть какие-то преимущественно преимущества у латиноамериканской крови так вот латиноамериканская кровь видимо как-то тяготеет к этому персонажу джону траволты и имитаторов много они приходят заранее они одеты как тони манер особенно в высшей точке фильма в белом костюме черная рубашка белый костюм вот наш герой тоже значит пытается там договориться о конкурсе мы понимаем что он одержим одной но пламенной страстью победить в этом конкурсе быть лучшим тони манер но это еще не все он беден у ничего нет и белого костюма него даже нет и помимо этого он вокруг себя создает такую компанию одержимых которые репетируют этот танец он он считает себя хореографом не объясняется это один важный элемент эстетики лоррейна лоры ничего не объясняет так вот он сбивает такую маленькую трубочку которые репетируют репетируют они каждый вечер каком-то маленьком провинциальном кафе этот танец коллективный который он как хореограф якобы поставил это очень комично выглядит поскольку как я сказал в крови у латиноамериканцев ритм они мгновенно реагируют на танец а все эти господа они ночь коряво танцуют включая нашего любимого альфреда кастро который верит что он очень похож на по танцу на манеру исполнения траволты это выглядит комично и даже гротесково и вообще гротеск имеет очень большое и черный юмор имеет большое значение для чилийской культуры это тоже порождение диктатуры хотя это пришло еще и раньше из магического реализма гротеск и черный юмор это важный элемент в том числе и для трилогии пабло лоррейна такая чилийская латиноамериканская линия так вот они очень комично танцуют и как бы этого не понимают и те кто смотрит тоже не понимают все очень радуются и все верят что герой альфреда кастро зовут его кстати фильме рауль паральта значит что этот рауль паральта настоящий тони манера и он победит ну и по ходу вот этого давно в какой-то момент он попадает на конкурс и и не выигрывает но мелкая деталь параллельно пока мы наблюдаем за героем а мы там нет такого жесткого линейного нарратива это как бы сцены из жизни героя несколько сцен мы не знаем какое количество дней проходит может быть все в течение недели а может быть больше там в принципе на телевидении женщина где ты приходи тогда-то вот в пятницу или видимо неделя ну по ходу дела мы вдруг понимаем что это не просто герой который одержим танцем и хочет выиграть конкурс и это серийный маньяк серийный маньяк который настолько одержим своей страстью что ради нее он убивает много людей по одному по разным поводам один одно убийство ему нужно потому что у него нет телевизора а у старушки который убивает есть телевизор он старушку спасает от грабителей она приглашает вежливого попить ма те а он уби это нее телевизор мгновенно ее очень жестоко убивает потому что ему нужен телевизор кого-то он убивает потому что нужен белый костюм в общем вот такие вот примитивные поводы приводит к тому что мы наблюдаем двойника тони манера но только тони манера был если и маньяк то танцор коммерческий а герой которого исполняет альфредо кастро рауль паральта это серийный маньяк почему я так подробно об этом рассказывать потому что весь этот сценарий совершенно уникальный совершенно неожиданный ну мы знаем фильмы про маньяков но та манера подачи авторская в которую выполнен фильм помимо стилизации цветовой под кино 70 годов вы знаете цветовые гаммы зависимости от носителей на которых снимаются фильмы они различаются цветовую гамму техникалор от кодека отличить очень легко совершенно разные цветовые гаммы совершенно разное впечатление у вашего мозга будет как реакция на эти разные цветовые гаммы ну и вот эти бледные такие немножко как бы пожухлые цвета фильма видимо фильтр использовались и другие всякие методы при съемке они вас отсылают к 70 цветовой гамме 70 такое сероватое время при том что фильм цветной так вот это все элементы его авторской эстетики но главными элементами является то что я назвал фрагментарной истории во первых сценарно это сцены сцены жизни псевдо тони манер манера то есть мы никогда не скажем вот эта сцена была сегодня а следующее завтра а может послезавтра мы не знаем то есть если воспринимать линейный нарратив как некую литую болванку то здесь мы видим только фрагменты болванок то есть если говорить языком живописи это не четкая картинка а такая сезоническая больше впечатления от картинки от истории чем сама история некая мозаика из которой много элементов выпали вы видите только некоторые но ваш мозг дополняет те части которые выпали и у вас создается некая картина этот важнейший элемент фрагментарность важнейший элемент эстетики лоррейна помимо этого он привносит здесь еще один очень интересный элемент он очень точечно очень аккуратно в эту мозаику фрагментарную вносит элементы хроники то есть там используются цветные документальные кадры времен пиночетовской эпохи которые таким образом вмонтированы что вы их не распознаете ну профессиональный глаз естественно распознает иногда он это использует чистый кадр просто взятый из хроники иногда он вписывает своего героя в эту хронику то есть комбинированная съемка такой старинный метод и это вот третий элемент первый альфреда кастро как пластичная фигура вокруг которой закручивается история второй элемент это фрагментарность и третий элемент это участие хроники в этой фрагментарности это три базовых элемента ног трилогии имеет принципиальное отношение то что это пиночетовская эпоха всю эту эстетику он интуитивно или сознательно собрал для того чтобы построить некую философическую формулу философическую формулу дающую понять что происходит что происходит с человеком в этой временной экспозиции в эту эпоху его интересует герой совершенно не участвующий в политической активности рауль кастро или его герой паральта он находится рядом с молодыми людьми которых он режиссирует для танца которые участвуют в антиправительственной деятельности то есть это коммунисты они борются с режимом они там какие-то листовки передают их арестовывают это все его не касается его это не интересует ему совершенно это все обычный человек отключенный от реальности и вот эта отключенность от реальности сценарная она собственно и принципиально для предмета исследования потому что лоррейн исследует потерю идентичности его основная тема в непреднамеренной трилогии это потеря идентичности результат властного давления результат авторитаризма результат патологической политической среды в которой находились щелицы имеет следствие потерю идентичности это визуально это это не вывод который кто-то проговаривает какой-то закадровый голос или между собой в диалоге герои это обсуждает нет это то что авторским языком визуализован то есть картина мира который является результатом авторской точки зрения выполнены в авторской манере то есть авторским языком это вот причем это много милых киноманских штучек в какой-то момент он приходит там такие есть обломы у героя паралита приходит кинотеатр платят деньги уже хочет заходить зал и вдруг видит что апостер то другой другого фильма висит потому что уже пошел бриолин следующий 78 год то есть это где-то на грани 78 777 78 года прокатная история но это такая маленькая киноманская маленький киноманский привет но это тоже является элементом сценарным ходом потому что это подчеркивает дополнительно потерю идентичности триггером для вот этого скомканного разложившегося сознания это это же ну понятно что маньяк это метафор маньяк это любой потерявший идентичность гражданин живущий под спудом авторитарного режима вот триггером может быть что угодно смена фильма отсутствие телевизор отсутствие белого костюма финал фильма знаете он не выигрывает некий другой тони манера который также коряво танцует там все коряво танцуют там этот гротеск чилийский он очень хорошо показан и примитивность пропагандистского и развлекательного пиночетовского телевидения там это очень хорошо все задокументировано не только невежество но и примитивность отсылаю вас к нашему телевизору сразу просто параллели ну посмотрите фильм и включите и вы окажетесь в той же реальность только краски будут поярки цветовая гамма будет другая так вот кончается тем что не он получает главный приз очень смешной тоже гротесковый приз там какая-то подушка или как это покрывало что-то такое в национальном стиле такого лубочного патриотизма и мы уже видим что герой наш сидит на остановке и ждет когда выйдет победитель со своей супругой чтобы посмотреть куда он поедет и на этом как бы фильм заканчивается мы можем догадаться куда поедет главный герой и что он будет делать то есть человек потерявший идентичность даже реализуя свое наваждение хотя она не до конца конечно реализовался главный приз он не получил он не перестает быть разрушенным не перестает быть маньяком картина была показана в венеции и прозвучало ну во-первых современная критика очень любит всякие киноманские ходы киноманских ну условно говоря критика она где в чем-то мудрое в чем-то попсовая в чем-то равнодушная ну в чем она равнодушна ну вот эти чилийские латиноамериканские дела пиночет там мы проехали как бы не очень интересно но тут траволта лихорадка субботнего вечера какая-то игра с кинематографом такие инсайдерские шутки вот это вот всегда фокусирует внимание на фильме и благодаря этому у него был больший интерес профессиональной аудитории надо сказать что это главные киноманский фестиваль но один из двух главных киноманских фестивалей европы это венеция потому что если берлин праздник для города канны это профессиональный фестиваль для тех кто в киноиндустрии работает делает кино пишет о нем то венеция такие наманский стиль киноманы все европы завезжают все это самый критичный фестиваль там на каждом фильме муканье после фильма идет даже на очень хороших фильмах вы всегда услышите пу не нравится значит причем все это в основном шедевры мирового кино тоже так сидишь и думаешь может еще не понял вот нет просто такая аудитория и плюс я говорю италии очень продвинутая сторона с точки зрения рефлексии кино киноведения профессионального там можно найти книжку о любом режиссере и поэтому глаз у них очень не замыленный фильм был замечен. Прозвучал, проехал десятки фестивалей. И тут же, это 2008 год, наращивая свой успех, в 2010-м Пабло Лорин представляет другую картину. Поскольку трилогия называется «Непреднамеренный», то есть этот успех дал ему возможность получить, почувствовать собственную идентичность, как автора. А что такое почувствовать собственную идентичность? Ну, кристаллизовать для себя свой киноязык, на котором ты разговариваешь с миром. И тематика. Поскольку тематика осталась, на его взгляд, недорефлексированной, то есть решение вопроса, что происходит с человеком в таком режиме неадекватной политической системы, как она его трансформирует, как эта патология внешняя, в какой внутренней психической патологии, душевной патологии приводит человека. Он решил продолжить эту тему. И второй фильм трилогии, назывался он «Постмортом». Это латынь, обозначающая, ну, если грубо, то вскрытие. «Постмортом», «После смерти». То есть вскрытие, которое показывает причины смерти. В главной роли вы будете смеяться Альфреда Кастро. Опять такой вот аутичный, непонятный, непроницаемый герой, характер которого явно аутичен, но до конца не считывается. Он работает государственным служащим, как он себя везде представляет. Я государственный служащий. По факту это служба ассистента патологоанатома. Он работает в патоломатомическом отделении крупной больницы в Сантьяго и является ассистентом, который записывает то, что при вскрытии произносит патологоанатом. Причем элитная медицина чилийская предполагает, что патологоанатом не вскрывает, а только произносит, наблюдая, а вскрывает ассистент другой патологоанатома. Так вот наш государственный служащий, которого играет Альфредо Кастро, он даже не ассистент патологоанатома, он просто записывает. Он такая бумажная крыса, которая совершенно тупо записывает то, что ему говорят. Ну, там показывается несколько сцен вскрытий, что тоже рисует некую картину того, от чего погибают люди во время пиночетовского режима. Такая бытовая зарисовка в каждом случае. А вот потом мы понимаем, что герой, помимо того, что он аутичен и немножко себя ценит выше, чем он и есть государственным служащим, являясь, в общем, мелкой, такой Акакий Акакевич, да? Ему, правда, никто не сыпет на голову бумажки, но, тем не менее, это очень мелкий чиновничек. Человек без образования, судя по всему, хорошего. Так вот, мы видим, что он влюблен. И как у всякого одержимого, он влюблен не просто в какую-то женщину, а в соседку, напротив. То есть то, что он наблюдает через дорогу, является триггером для его одержимости. Параллели все с... То, что он наблюдает в кино или по телевизору, герои первого фильма, и то, что он наблюдает через дорогу, окно, это тоже рамка, это экран, становится его одержимостью. Он влюбляется в женщину, она... Она элемент пиночетовской развлекательной культуры, культуры отвлечения от реальности. Она такая немолодая, уже скукожившаяся, усохшая актриса варьеты. Кан-кан танцует. Среднего уровня заведения. И причем владелец заведения, неприятный тип, с ней ругается, что она так похудела, и уже ей нечего показать. Потому что, конечно, она должна что-то показать, такое живое, привлекательное. А она вот такая... Нехорошо. И она стоит на грани вылета с работы. Ее на сцену, ну, как минимум, как Примадонну, вокруг которой кордебалет закручивается, уже не зовут. Хотя, смешно сказать, это какой-то нецентральный варьеты в бывшем кинотеатре, судя по всему, сделан. Ну вот. И в какой-то момент герой, который занимается записью таких страшных вещей, как причины смерти человека, он ей сообщает о том, что он в нее влюблен. И предлагает буквально на первом же свидании в каком-то китайском ресторане, там тоже такая гротесковая сцена, когда они пытаются... Пришли в китайский ресторан, пытаются заказать еду, и вся китайская еда их категорически не устраивает. И плюс они еще и такой ксенофобией, как духом времени, страдают. Потому что там мотивировка, почему она хочет заказать утку по-пекински, звучит чудовищно. Это мне недавно сказали в поликлинике, когда я объяснил, как работает очередь. Ну знаете, советская очередь и российская, она предполагает, что очередь, запись, точное время, но все время приходят какие-то люди, у которых есть причина эту очередь обойти. То есть они совершенно не понимают, зачем нужна очередь. То есть это то, что, собственно, очередь разрушает. И производится хаос. Ну вот в какой-то момент кому-то я объяснил, как работает очередь, аккуратно, а мне в ответ был предложен такой аргумент, а вы вообще русский? Вот этот ксенофобский аргумент, в моем случае он как бы не срабатывает, но тем не менее, вот приблизительно такое же какое-то обоснование, почему она заказывает утку по-пекински, она предлагает официанту. То есть это не романтические герои, это герои своего времени в плохом смысле. Так вот, он ей предлагает выйти за него замуж, они оба среднего возраста, что оба такие пожухлые, и она как-то никак реагирует. Там что-то уточняет, но никак ничего ему не говорит. Герой попадает в ступор, он не понимает, что сделать, чтобы женщина приняла его предложение. И начинает считать, что причина в том, что она очень напряжена, из-за того, что ее, поскольку он подслушал случайно разговор, пришел там он на ее группе, ходит, смотрит в ее гримерку, как она там переодевается, он подслушал разговор с начальником, который недоволен ее телосложением и хочет ее снять с главных ролей. Тогда он понимает, что она из-за этого, наверное, не соглашается, и надо изменить ситуацию. И он вступает в некий конфликт, тоже так, в гротесковой манере выполненный, с владельцем варьете. И в итоге владельцы понимают, что это какой-то очень странный человек, что-то хочет, непонятно. Он говорит, вот это твоя машина. Он говорит, давай мне машину и ключи. А тогда я поставлю на сцену главную роль. В общем, он даже решается. Единственное, такой кургузый запорожец у него, там какой-то меньше запорожец, что-то такое очень смешное. Вот. Он соглашается. Я не зря это все подробно рассказываю, потому что надо понять, как сценарно, создавая фрагментарную историю, это опять какие-то избранные сцены из жизни вот этих двух героев. Это не какая-то линия, мы опять не знаем, сколько это занимает времени, какой точно год. Ничего мы не знаем. Мы знаем, что это пиночатовское время, но мы не знаем это вначале. Точно. Мы видим, что машинки какие-то, ретро-одежда, ретро-прическа, ретро-баки 70-х годов. Но никакого телевизора, радио нам ничего не подсказывает. Но очень быстро начинает подсказывать, поскольку в какой-то момент появляются военные в больнице, в патологическом отделении, где работает наш герой. И мы понимаем, что это прямо дни военного переворота пиночатовского. Потому что количество трупов растет, ситуация становится абсурдной. Я не буду рассказывать все ситуации. Некоторых привозят недобитыми. Они их пытаются спасать. Наши аутичные герои тоже в этом участвуют совершенно равнодушно. Но он аполитичен. А по ходу мы выясняем, что актриса Варьете, она очень завязана в процессе противостояния коммунистов перевороту. Сама она может быть не коммунист, но ее возлюбленный, из-за которого она не соглашается, ее отец, все коммунисты. И они занимаются борьбой с пиночетским режимом, пытающимся взять и взявшим власть. То есть они два таких аутичных героя. Ее больше волнует работа и ее возлюбленный, чем ситуация. Его вообще волнует только она. Одна, но пламенная страсть. И в процессе закручивающейся спирали репрессий количество трупов доходит до абсурда. Там сцена эстетики черного юмора. В какой-то момент эти трупы оказываются везде. Они лежат на ступеньках, в коридорах, везде. И уже непонятно, кто живой и мертвый. Они там все регистрируют, потом номера на них вешают, поскольку полковник какой-то берет руководство всем этим процессом, чтобы конвейер наладить четко. А потом, ну как они должны поступить, если это не мертвый, а живой человек? Они должны помогать. А в итоге выясняется, что военные добили человека. Они начинают скандальть. Полковник начинает по всем стрелять. Ситуация в таком вот классическом, драматическом, плюс черный юмор в режиме решается. Ну и происходит главная сцена. В какой-то момент патологоанатома, его ассистентку, которая производит хирургические манипуляции, и человека, который ведет профессиональную запись, а он обычно записывает от руки, а потом дома печатает на машинке не сам, а мальчика, сына этой женщины, которая напротив живет возлюбленной, нанимает за маленькие деньги, поскольку не очень хорошо печатает на машинке. И этот мальчик или за него печатает, или диктует ему, а он печатает, поскольку он не справляется, извилин не хватает, чтобы и смотреть, и печатать. И вот его берут записывать, поскольку он плохо пользуется машинкой, тем более он печатает на механической машинке, а записывать надо на электрической машинке, она быстрее, надо приспособиться. В общем, у него не получается, его смещают, он не способен. Но происходит некое вскрытие. Вскрытие человека, у которого полностью мозг вышиблен. Очень страшная сцена, голова такая. И по ходу вскрытия под анатом врач, судя по всему коммунистических взглядов, по предыдущим сценам, проговоркам, он вдруг понимает, что он не может больше зачитывать причину смерти, поскольку он понимает, что это труп Сальвадора Альенда, убитого президента Чили. Это его постмортом. Стоят все военные, адмиралы, рядами, прямо в этой комнате, где происходит, там не объясняется. И они ждут, судя по всему, они его убили. Официально причиной смерти была назначена самоубийство у Альенда. Но по факту, по итогам патанатомического вскрытия, он был расстрелян в упор из автоматов. И вот это и фиксирует патанатом. Что куда зашла пуля, откуда она вылетела, сколько там и так далее, осколков, где мозг находится, точнее его остатки и так далее. И в итоге он завершает эту работу. И в качестве протеста, протест реально невозможен, он не проводит всю системную последовательность вскрытия. Он говорит, что по факту это труп Сальвадора Альенда. Подытоживают. В принципе, это можно было не делать, но он это делает. Для зрителя уже понятно, кто это. В процессе подробного описания состояния черепной коробки мы понимаем, что это президент Альенда. И эта фраза, это не для нас, не для зрителей. Это фраза для вот этих генералов и адмиралов, которые наслаждаются, условно говоря, своим триумфом, своей победой. Это для них. Это такая протестная фраза со стороны патанатом. Ну, это вот ключевая такая важная сцена. Это, собственно, главное постморт. А для чего это сделано? Чтобы сравнить с предыдущими сценами вскрытий. Нам показывают несколько сцен вскрытий. И мы видим, как ведет каждый себя из тех, кто участвует. Патанатом, его ассистентка и канцелярская крыса. Так вот, канцелярская крыса, которая участвует во всех этих вскрытиях, она не справляется со своей работой. Она плохо на печатной машинке печатает. Альфреда Кастера оставляют. А все остальное его не волнует. То есть, если патанатом пытается даже произнести, в качестве протеста завершить это вскрытие произнесением имени президента Чили, убитого, если ассистентка его плачет и не может производить хирургические манипуляции, то герой Альфреда Кастера абсолютно равнодушен. Потому что он думает о другом. Он думает о своей одержимости вот этой прекрасной девушкой. Ну и последствия переворота раскручиваются в спираль, как я сказал. Страдает семья возлюбленной нашего одержимого. У нее уничтожают военный дом, увозят всю семью. И даже собачка пуделек ранена. Поскольку Альфреда Кастера герой не находит своей возлюбленной, он пытается спасти собачку, зашивает ее, он все-таки какими-то методами обладает хирургическими. Потом появляется героиня и выясняется, что ее возлюбленный коммунист, актер, который периодически появляется тоже. Вообще у Лоррейна его актеры, они часто у него появляются. Но надо четко понимать, что эти актеры – это его друзья, это приятные актеры, которых он режиссирует, но это не элементы его авторской эстетики. Потому что элементом его авторской эстетики, если являются какие-то актеры, то есть если его тело размножено, не только из своего тела, но и из тела актеров, это только два актера. Альфредо Кастро принципиально и Антония Зеггерс – это супруга его, Лоррейна. Правда, он с ней в 2014 году развелся, у них двое детей, 2008 и 2011 годы. Вот она у него играет, она старше его, она с 72-го года рождения, по-моему, или с 74-го, сейчас точно не скажу. Так вот Антония Зеггерс, она у него играет вот этих изможденных худых пиночетовских женщин. И она частично является тоже авторским телом, но принципиальнее тело Альфредо Кастро. На мой взгляд, выдающегося актера, выдающегося абсолютно. И пластический, просто по своим фактурным характеристикам, и по той манере авторской. Потому что авторская манера игры Лоррейна спровоцировала его. Это не режиссер навязал актеру авторскую манеру, она заложена, она имманентна этому актерскому телу. Вот поэтому все эти актеры, которые там что-то играют, они, ну, вторичные. Так вот, выясняется, что возлюбленный, настоящий возлюбленный актрисы Варьете, коммунист, и им обоим надо прятаться. Прятаться им негде, кроме как в квартире, в чулане. И этот чулан можно задекорировать, и единственный, кто может их спасать, это герой Альфредо Кастро. То есть он должен их кормить и не выдавать. А он на это не способен, потому что он одержим, одержим этой женщиной, которая, как выясняется, его не любит. Он-то думал, что причина, что у него сработает неполадки, а причина в том, что у него есть возлюбленный. И сцена кончается почти так же, этот фильм кончается почти так же страшно, как и предыдущая картина, когда нам не показывают, но мы знаем, куда поехал главный герой. Здесь кончается тем, что он их замуровывает в этом чулане, прощаясь со своей любовью. И можно точно совершенно сказать, что у него будет новая одержимость. Это не конец его одержимости, это конец этой одержимости. Вот. Это была вторая картина непреднамеренной трилогии. Она тоже попала в Венецию, она была в Каннах. Даже какой-то небольшой приз получил. Это не в конкурсе картина была в Каннах. Получил приз он... А, нет, нет, вру. Пост-мортом был в Венеции. Все, тоже в Венеции. Пока только Венеция. Но зато уже авторское имя в 2010 году, когда вышла картина в Венеции в сентябре, настолько уже укрепилась интерес, настолько был сфокусирован на Лорене, на его третьей картине и второй авторской картине, что следующая остановка, уже стало понятно, что следующая остановка будет Канны. Потому что таких авторов с такой кристаллизованной авторской эстетикой, тем более из таких небольших элементов собранной, Канны отслеживают. И вообще, собственно, это основная задача этих инкубаторов авторского кино, каковыми являются главные фестивали мира. И Канны прежде всего. Ну, опять, элементы хроники присутствуют. По-моему, в этот раз герои не вписаны в хронику, просто периодически мы видим кусочки, если профессиональные глаза, которые являются хроникой. Которая как бы повышает глубину восприятия той реальности, которую пытается воссоздать режиссер. Ну вот, и... Третья картина уже выводит его на новый уровень. Во-первых, это Канны. Во-вторых, он уже приглашает звезду. Альфредо Кастро — это его звезда. Но это еще не всемирная звезда. И даже не латиноамериканская звезда. Это просто актер, с которым работает Пабло Лоррейн. Но есть настоящая, зашедшая тогда высокого, латиноамериканская звезда максимально высокого уровня, мексиканский актер Гайль Гарсия Берналь. И, в принципе, ни один режиссер латиноамериканский, вышедший на какой-то такой всемирный уровень, не может мимо него пройти. Соответственно, на одну из двух главных ролей, из двух, не на главную роль, а одну из двух главных ролей, приглашается Гайль Гарсия Берналь, режиссер, который был открыт Алекандро Гонсалес и Маньорита, мексиканским режиссером. Они друг друга прославили в фильме «Сука, любовь» Аморос Перес. И в этот раз главный герой раздвоен на две части. Гайль Гарсия Берналь и Альфреда Кастро. Сюжет фильма, который называется «No, нет», носит историческое название компании, которое проводили коммунисты и демократы. В момент, когда захерел, состарился, нас тоже это ждет, диктатор, и почувствовал необходимость либерализации. По факту исторические события были таковы, поскольку, несмотря на всякие фальсификации выборов, несмотря на пропагандистское телевидение, которое исключало альтернативные мнения, были санкции, была коммуникация с миром довольно сложная, и режим был вынужден, пиночетовский дряхлеющий режим, был вынужден включить какой-то другой уровень, уровень либерализации. И уровнем либерализации, ну, коммунисты вели борьбу. Их сажали, сотни тысяч людей были посажены и пропали, эмигрировали, но велась борьба. Многие страны Латинской Америки, Латинская Америка, Ливацкая территория, помогали коммунистам, их легко в разных странах, там, в Никарагуа, в Мексике принимали, спасали, финансировали. В общем, они боролись. Эту борьбу они вели довольно успешно, но режим был силен, но, тем не менее, он эту борьбу чувствовал, надо было выпустить пар. Выпустить пар было решено, проведя демократические выборы. И не просто демократические выборы, а проведя их таким образом, чтобы пустить какое-то количество, даже с фальсификациями, коммунистов и демократов в парламент. Ну, естественно, выборы предполагают рекламную кампанию, и, естественно, рекламная кампания предполагает телевидение. И вот какое-то количество времени по национальному чилийскому телевидению было выделено компании коммунистов, демократов, которые должны были убедить чилийское общество проголосовать «нет». Это был референдум. Это не были выборы. Это был референдум о доверии. И вопрос был, как всегда, хитро выкрученно сформулирован. Но, тем не менее, была опция сказать «нет». Причем Пиночет сам выступал, старенький такой уже дедушка Пиночет выступал и что-то такое проговаривал на экране, грозил пальчиком и призывал голосовать за себя, за стабильность. Он очень стабильность ценил и экономический подъем. Стабильность – это пиночетовское слово. Ну, так вот. И, соответственно, вот эта команда демократическая, которая должна была создать рекламную кампанию, была вынуждена искать рекламные ходы, чтобы на телевидении убедить нацию проголосовать «нет», как называется фильм. И они пригласили конформиста. Фильм, где главным героем является неодержимый человек. Если он одержим только чем-то, то профессионализм. Но является раздвоенный герой из двух конформистов. Они оба работают в рекламном агентстве. Один этим агентством владеет, его играет Альфредо Кастро. Другой – приглашенный копирайтер, режиссер рекламных роликов успешных, который работает на PepsiCo, на колу, на кого угодно. Все известные совершенно нам ходы. Так вот, они решают пригласить его. А он работает на Альфредо Кастро. Альфредо Кастро имеет хорошее, коррумпированное рекламное агентство, которое связано с властью. И сам Альфредо ведет кампанию власти. Он работает, консультирует кампанию «Да», кампанию «Запиночета». Встречается с министром печати и информации. В общем, ведет двойную игру. Но второй персонаж, Гаэль Герсио Бернале, это для него золотой копирайтер. Он именно выводит кампанию Альфредо Кастро, рекламную кампанию, я имею в виду, институцию, на тот уровень финансовый, несмотря на коррупционность связей, который дает ему возможность быть ведущим рекламным агентством страны. И он не может потерять Гаэль Гарсио Бернале, но он знает, что тот работает на кампанию «Нет». То есть тут такой клинч между ними, интеллектуальный поединок. Но при этом они два конформиста. Один коррумпированный конформист, просто потому, что он коррумпирован, не потому, что он Пиночета поддерживает. Все он про Пиночета отлично понимает. А второй просто профессионал. Его идеи не волнуют. Он живет хорошо, он ездит на каком-то Порше суперкрасивом, у него семья, дом, настоящая буржуазная жизнь. А его нанимают. И он как профессионал увлекается, потому что его задача переиграть. Ну и, как вы знаете, в реальной истории компания «Нет» победила. Пиночет вынужден был уйти. Через два года он сдал свои позиции. Но принципиальным, ключевым событием была вот эта компания «Нет». И вот эта картина, она завершает трилогию. Та же идея сниженной одержимости, что важнее, конформизма. То есть оба человека, главных героев, не заинтересованы в участии в политических процессах. Их интересуют деньги. Ну, одного больше деньги, а другого больше профессионализма. Но их одержимость приводит к тому, что они входят в противостояние и должны занять позицию, которая имеет исторический результат. То есть вот эти философские формулы о том, где должен находиться обычный, обычный человек, где он может находиться, как он, где по нему пройдет эта линия раздела раздвоенности, продолжает исследоваться авторским языком Лоррейнов вот в этой не запрограммированной такой, не свое время, как-то забыл слово, называется трилогия. Значит, опять же, элементы хроники, причем там еще интереснее, еще радикальнее сделано. Например, он в кадре нам показывает и актера, который изображает какого-то исторического персонажа, и тут же показывает нам реального исторического персонажа. То есть мы видим в сцене, как репетируется ведущий, диктор, репетирует свой текст, и этого диктора играет актер, современный чилийский актер. А потом нам показывает реальный телевизионный ролик «Компании нет», где сидит не этот актер, а тот реальный человек, который вел эту компанию. Это радикальный, потому что, ну, вы понимаете, так загримировать актера невозможно, чтобы он был похож. Мы видим разницу, но, как ни странно, этот эффект он работает в пользу подлинности. Он работает в пользу подлинности. Он не создает парадокса. Он задает более высокий уровень авторской игры, когда автор позволяет себе и имитировать, разыгрывать ситуацию, и давать для сравнения, и для резонанса, не только для сравнения, но и для резонанса, подлинный материал хроники. И там это интенсивно, там много роликов, и за счет этого создается, если два предыдущих фильма, это такие артхаусные драмы, такие ровные драмы, где они требуют от вас интеллектуального соучастия. Вы должны думать. Визуальность, авторский язык помогает вам думать, но вы должны думать. А здесь нет. Здесь вы можете на интуитивном уровне, потому что это построено как триллер. Здесь есть конфликт, противостояние, и это противостояние создает теншин, напряжение, за которым вы следите просто потому, что жанр такой. Потому что этот жанр создает ритм, а ритм влияет на вас, как на зрителя. И вот, собственно, этим фильмом, который попал в Канна, в двухнедельник режиссеров, очень хорошо был принят, получил даже приз за режиссуру в рамках двухнедельника режиссера. Это программа, которую делает гильдия режиссеров и продюсеров Франции. То есть это отдельная от Каннского фестиваля программа, которая является важной составной частью. Самая вкусная, собственно, программа Каннского фестиваля, самая необычная. Все сумасшедшие чилийцы, Ходоровский, Руис обычно в этой программе. То есть это такая чилийская программа. Ну вот. И после Каннов он едет Ла Карна, Сан-Себастьян, то есть все крупнейшие фестивали. Ну, этому помогает не только уже уровень авторский Пабло Лоррейна, но и присутствие Гарри Гарсия Берналья. Конечно, фестивали тоже на это реагируют. Значит, 13-й год, это 12-го года картина. Но в следующем году 70-летие венецианского фестиваля, это старейший фестиваль мира, который создал в 1938 году Муссолини, Бенита, другой диктатор. И ангажируются крупнейшие венецианские режиссеры, которые участвовали в конкурсе или получали главные призы Золотого или Серебряного Льва, там, включая Алексей Федорченко, несколько десятков режиссеров, которые каждый делает маленький ролик в честь 70-летия венецианского фестиваля. Одним из этих режиссеров уже становится два раза участвовавший в Венеции Пабло Лоррейн. То есть эту короткометражку вы при желании тоже можете найти. Это длиннющая такая картина, больше двух часов, где коллекция авторских эстетик на микроуровне представлена блестяще. Это вот вообще идеальный фильм. Такие фильмы делались и к 60-летию Каннского фестиваля. Там свой набор участников, некоторые пересекаются, некоторые нет. Вот. И это блестящие такие экранизации авторских эстетик. По ним читать лекции про авторский киноязык очень удобно. Хотя жанр короткий. В 2011-2013 году он ну вот начинается коррупционная деятельность. Деньги, интерес, все их в нос суют. И, соответственно, он соглашается и делает сериал про фунгас про фунгас в переводе это беглецы. 18 эпизодов аж снимает. Два года работает для латиноамериканского HBO. то есть коррупция очень быстро начинается в этом плане. И даже успешно, потому что сериал по итогам номинируется на Эмми. То есть на важную телевизионную награду. в 2014-м году он впервые дебютирует да, но в 2013-м году он снимает для группы Electrical Appliance музыкальный клип. Он вообще параллельно подрабатывает с братом, больше брат там продюсирует рекламные ролики. Но вот музыкальный клип он в 2013-м году делает первый раз песенку небольшую для группы Electrical Appliance. В 2014-м году он делает оперу. Я никаких следов, чтобы там посмотреть кусочки, не нашел. Опера, простите, в 2014-м году называется Катя Кабанова. Так сказать. Дальше решайте сами. И в 2015-м году он снимает картину, которая называется Клуб. Эль Клуб. Я все это наблюдал на большом экране. Эль Клуб очень интересная картина. Она совсем не вписывается. Это уже совсем другой Лорайн. Это не тот дебютный латиноамериканский коктейль. Это непреднамеренная трилогия. Вот слово вспомнил. Непреднамеренная трилогия. К чилийским событиям переломного исторического периода диктатуры Августа Пиночета отношения не имеет. Все происходит в наше время, но тема для латиноамериканского мира важнейшая. Священники-педофилы. Естественно, Альфредо Кастро один из главных героев, такой важный. Там нету ключевого главного героя, их там несколько. Как выясняется, латиноамериканская католическая церковь, насколько я понимаю, тогда ее каким-то образом возглавлял нынешний Папа Римский, если что. Так вот, было одной из ведущих фигур латиноамериканской церкви. Так вот, педофилов-священников, которых поймали за задницу, за руку, их каким образом исправляют. С них не снимают сутану, но они ходят в гражданском. Их поселяют такие прекрасные дачки в удаленных городках. Фильм снят в Чили, в городке Ля Бока. Это такой милый, маленький, почти деревушка, городок у моря в Чили. Вот они там живут, втроем, вчетвером. У них есть в помощь, как ассистентка, кухарка, некая сестра, монашка, она тоже ходит в гражданском. И они там мило себе существуют, католическая церковь за них платит, им только нельзя ни с кем общаться в деревне. Можно выходить в город только там с 7 утра до 9, там с 5 до 7 вечера. Ну, вот какие-то такие правила, типа, тех, что сейчас вводят к разным журналистам у нас в России. Но в целом они хорошо финансируются, вкусно кушают, занимаются своими делами и систематически молятся ежедневно, литургию служат сами себе. И все у них хорошо. В какой-то момент к ним присылают священника бывшего, судя по всему, очень фактурного, тоже актер, который несколько раз появляется, очень необычный латиноамериканский актер, такая фактура драматическая, появляется в фильмах Ларавина, прибывает священник, которого они не хотят. У них там микрокосмос сложился, четыре священника, и они больше чего переживают за то, что их институцию ликвидируют, потому что по слухам, по пришедшим информациям, такие дачки потихонечку сворачиваются, многие закрылись по разным причинам. А причин, по которым эти дачки закрываются, они не знают, и чтобы закрылась их кормушечка, они тоже не хотят. И они поэтому говорят только про это, волнуются. Лежат у себя, в комнатке у них такая палата, как в пионерском лагере, и разговаривают про это вечерами. И тут прибывает некий священник, который становится триггером всех последующих событий. Священник прибывает, они с ним не знакомы, что он совершает, а все они по разным причинам, не все из них священники-педофилы. Кто-то за гомосексуализм сослан, кто-то, что у каждого своя причина, и каждый себя считает чистым. Каждый считает, что вот тот виноват, а я нет, я чист. И тут прибывает священник, у которого проблемы. Видимо, посерьезнее, чем у них. Но какие проблемы, они знают. Но сразу, как только он прибывает, через час появляется некий плебей, не очень трезвый, у забора этого дома, и начинает страшные вещи кричать, рассказывать, как его растлил только что прибывший священник подробно со всеми деталями физиологическими. Поверьте мне, такого текста в кино вы нигде не слышали, как этот человек подробно рассказывает. Такой текст, если его в интернете где-нибудь разместить, в любом месте, тут же будет всеми автоматическими системами забанен, и вы его никогда не прочитаете. В этом плане фильм абсолютно обнаженно радикален. И он подробно со всеми физиологическими подробностями 10 минут громко кричит на всю эту деревню этим священникам, что с ним делал, когда тут был маленьким ребенком этот свежеприбывший педофил. Ну, поскольку эта ситуация публичности не нужна, вообще местные жители типа не должны знать, кто живет на этой дачке, они дают этому свежеприжимому священнику пистолетик маленький, и говорят, ты выйди его, погони, по поводу тебя тут шумит-то, нам это не надо. Тот выходит и стреляет себе в голову. И дальше этот чудесный плебей, который кричал о том, как его растлили, остается в этом городке маленьким и начинает постоянно мозолить глаза. Он там нанимается на какую-то работу, он бомж, у него нет дон, грязный, он бомж, непонятно какой половой ориентации, он же стравмированный явно психикой. И они так потихонечку к нему, когда у них вот этот период выходить к дому, подползают и узнают, чего к чему, чего он делает, пытаются от него как-то избавиться. В общем, все это превращается в кровавую драму в финале, такую многоступенчатую. Но кровавая драма в финале решается в чилийском, латиноамериканском, гротесковом, черно-юморном формате. Прибывает ревизор, прямо в классический гоголевский ревизор прибывает. Я уже второй раз тут Гоголя вспоминаю, поскольку черный юмор, гротеск — это гоголевские темы. Прибывает ревизор, задача которого выяснить все неприятные события, которые здесь происходят. И если не закрыть эту дачку, то решить, разрешить как бы эту проблему интеллектуально. А там такой серьезный персонаж, актер его играет, тот, который играл в фильме постмортен возлюбленного коммуниста, нашей героини из Варьете. Ну вот, и он ее решает со свойственным ему интеллектом, он, естественно, тоже священник, он решает ее в духе. И поэтому это такая притча, интеллектуальная, философская притча, решенная в жанре черного юмора, на актуальную, остросоциальную тему педофилии католической церкви. Совершенно другой Лоррейн на высоком интеллектуальном уровне получает за эту картину в конкурсе берлинались гран-при жюри, то есть серебряного медведя, опять же, проезжает куча, кучу фестивалей, номинируется на золотой глобус. То есть уровень Лоррейна как режиссера уже растет в таком серьезном финансовом смысле. И в шестнадцатом году, уже в следующий год Лоррейн работает на износ, снимает большие артхаусные фильмы, он берется за крупнейшую фигуру, поскольку он себя показал банально не только как создатель некой авторской эстетики фрагментарной истории, но человеком, которого интересует история. И не просто история, а чилийская история, который показал себя, что он может с этим материалом чилийской истории, для Чили, естественно, принципиально важный, работать. Поэтому ему предлагается в какой-то момент, ну, видимо, это не только было решение компании Fabula Producion, которые владеют они с братом, кто-то еще, видимо, предложил, помните, как в «Берегись автомобиль», а не взяться ли нам за Уильяма нашего Шекспира, Евстигнеев говорит, да? Так вот, ему предлагают взяться за такого чилийского Шекспира за центровую фигуру чилийской культуры, человека, который вам всем может быть известен только по имени, но не известен по текстам. Тем не менее, по текстам он на русском языке присутствует активно. Зовут его Рикардо Элнессер Нефтали Реес Басаальту, а известен он нам под своим артистическим псевдонимом, который звучит, как Пабло Неруда, тезка Лорейна. Надо сказать, что чилийцы сильны в поэзии, у них не только интересные писатели, я не знаю, читаете ли вы чилийскую литературу, там сейчас из самых знамен... Ну, у нас постоянно печатается Исабель Альенде, каждый ее новый роман переведен на русский, она дико популярна, это одна из главных латиноамериканских магического реализма билетристов. У нас переведен, правда, главный роман покойного Роберто Баланья, но три романа его переведены, это все чилийцы, и у нас ну, Ходоровский у нас переводится, есть и комиксы его, и посвященные Таро книги, и его мистическая литература, то есть у нас чилийцы переводятся, но у нас переводится и поэзия, и в Чили есть даже своя четверка, большая четверка, у них называется, поэтов чилийских, туда входят Габриэла Мистраль, Висенте Уидобра, и Пабло Де Рока, ну и вот главный возглавляет эту четверку Пабло Неруда. Надо сказать, что Пабло Неруда это фигура парадоксальная, он прожил огромную жизнь, умер он через семь дней после прихода от рака простаты, через семь дней после Пиночетовского переворота, и он был не просто звезда, он был всемирной звезда, он попал в тот золотой период расцвета коммуникации Европы и Латинской Америки, когда одним из мировых центров был Париж, и он попал в этот парижский период, он франкофон, он был знаком с Пикассо и дружил всю жизнь с Пикассо, он в семьдесят первом году получил Нобелевскую премию по литературе, и при этом он в пятьдесят третьем году получил Сталинскую премию, понимаете, да? Он был коммунист, он был тот человек, кто на праймере коммунистов уступил, получив больше всех голосов, уступил свое место Сальвадору Альенде, и поэтому сам в выборах не участвовал, и выбран был Сальвадор Альенде. Понимаете, да, парадоксальность этой фигуры. То есть, то, что он был сталинист, ну, как бы, простите, тогда, я вообще и близко не могу оправдывать, как Путин и Лавров сталинизм и его создатели, но все-таки противостояние было более фронтальным между фашизмом и коммунизмом. И понятно, кто был символом фашизма в мире и в разных точках, и понятно, кто, как ни странно, парадоксально, был символом коммунизма. Хотим мы этого или не хотим, символом коммунизма и противостояния фашизма до, как минимум, до 39-го года, до договора о дружбе и границе между СССР и Германией, подписанным Молотовым и Риббентропом. А Молотов жал руку и Гитлер, он ездил в Берлин и, соответственно, радовался и обнимался с Гитлером по поводу подписания этого договора и секретного протокола к нему по разделе Польши и Прибалтийских стран и Румынии и Польши. Ну, да. Ну, так вот, и поэтому любой коммунист, он был сталинист и, соответственно, наш друг Пабло Неруда был сталинист. Совершенно четко надо это признать. Это великий поэт. Если вы почитаете его стихи, много издано, вы поймете, что это настоящий, великий, латиноамериканский поэт. Он, во-первых, очень много путешествовал. Это был гражданин мира, он путешествовал и по Латинской Америке очень много, и жил в разных городах больших и путешествовал через всякие географические объекты типа Ант пешком и на машине. И он прекрасно знал Европу, он несколько раз был послом, он был послом в Мехико чилийским, он был сенатором, вы знаете, в период с... Ну, вообще, диалог, диалог коммунистов и... европейских коммунистов и латиноамериканских коммунистов, он происходил в контексте вот этого диалога Латинской Америки и Европы. Общий диалог вызывал диалог коммунистов. И, соответственно, победа Народного фронта до Первой мировой войны во Франции, то есть победа, по сути, коммунистов во Франции, она привела к тому, что все франкофоны и все те, кто жил Парижем и французской культурой, включая Пабло Неруду, естественно, были носителем этих идей, которые они экспортировали, экспорт революции, да, в Латинскую Америку, которая всегда революционный дух просто по крови латиноамериканская имела. Ну, так вот, и... поэтому они на выборах там часто побеждали тоже, как и во Франции, и в какой-то момент сенатором стал в 48-м году, в 47-м году Пабло Неруда. Но в 48-м году к власти, несмотря на то, что парламент состоит из разных персонажей, пришли к власти правые во главе с президентом Габриэлем Гонсалесом Веденой. И... Пабло Неруда персонально был назван человеком вне закона, иностранным агентом. и на него была устроена охота, ему пришлось... Он не с первой попытки бежал в Аргентину, потом в Париж, и вот этим событием с 48-го по... 47-го, 48-го, 49-го года посвящен Неруда. То есть, это не классический биопик. Опять же, вот поскольку Ларвина использует как человека, который хорошо работает с историческим материалом, хронику умеет вписывать, понимаете ли, в свои фильмы, то Неруда это идеальный исторический материал, ключевая фигура чилийской культуры. Но Ларвин, он автор, он не создатель жанровых биопиков, да, поэтому он делает из сценария очень интересную конструкцию, которая, ну, происходит в несколько дней охоты за Нерудой. Причем в этот раз Видену, президента Чили, как раз играет, ну, редкая для него роль, хотя не без черного юмора, Альфреда Кастро. То есть, роль не главная. Потому что, поскольку такой, поскольку такая крупная фигура и Кастро, ну, совсем не похож. Кастро маленького роста, у него другой нос, а Неруда был пухлячок, такой толстячок, живчик, лысенький. Ну, совсем никак не переодеть Кастро. Поэтому он с таким, с присущим Лоррейну черным юмором чилийским играет президента ненавистного противника Неруды. А Неруду играет Луиньека, такой известный чилийский актер. И пухленький, все как положено. Вот этот живчик Луиньека, а вы знаете, Неруда, он был человеком своей эпохи, он был человеком варьете, человеком борделя, его друзья трансвеститы, он читал стихи в борделе, ходит с ними, целовался, он, все это в фильме зафиксировано, вот в течение нескольких недель, когда он пытается сбежать разными путями. Но в этом боепике вторую главную роль, второе появление Гаэль Гарсия Берналья, суперзвезды лантиноамериканской, играет персонаж вымышленный. якобы Неруду ищет некий следователь по имени Оскар, ну это такая ирония про премию Оскар и номинации на премию Оскар, которые потом будут у нашего друга Пабла Лоррейна, так вот, этот герой Оскар это фантом, это практически вымышленный Нерудый персонаж, вымышленный следователь, который за ним охотится. Оскар, у него мания, уже знакомая по непреднамеренной трилогии, он одержим тем, что он должен стать более важной фигурой в чилийской культуре, в чилийском обществе, чем Пабло Неруда. А как он это может добиться, поймав по приказу президента Чили Пабло Неруда? Ну, в общем, вот такая интрига, это не классический боепик, это очень артхаусный фильм, это роуд-муви, это лавстори, это фильм Барьете, он никак не напоминает поэзию Неруда, если вы знаете, Неруда, у него одно из крупнейших произведений, он написал, по-моему, в 50-е годы всеобщую песню, это такая поэма из 231 стихотворения, и это всеобщая песня, и плюс еще он сделал оды изначальных вещей, в 52-м, 54-м, 55-м году, и потом плавание и возвращение в 55-м году, это сборники, где стихи расположены по алфавиту, и каждое стихотворение посвящается одной вещи, и эта вещь, или какая-то очень латиноамериканская вещь, а под понятием вещь, может, все что угодно, и человек, и плюс все, что в персональной культуре поэтической Неруды имело значение, там, Гиома Полинер, или там, Шарль Батлер, вот все эти вещи, каждому из них посвящено стихотворение, то есть, этот огромный глобалистский мир Неруды с латиноамериканским вектором, это не мир фильма Лоррейна, то есть, это авторский фильм о Неруде, увиденном глазами Лоррейна, это не попытка передать эстетику поэзии Неруды, это надо понимать, и вот как только он такую картину делает, картина в Каннах, тоже, двухнедельник режиссеров, и тоже, по-моему, была замечена и отмечена призом за режиссуру внутри этой программы, она номинируется на «Золотой глобус», ни «Оскара», ни «Глобуса» так и не получил, пока Лоррейн получит, и это приводит к тому, что большой американский бизнес, большие американские деньги приходят навстречу Павло Лоррейну, и ему, ну, это, видимо, опять же, совместное решение с братом и возможным финансовым, финансовым возможностям открывшимся, навстречу ему приходит картина Джеки, которую он снимает в 2016 году. Картина Джеки, или мы знаем Джеки как Жаклин, Жаклин Кеннеди, супруга JFK, Джона Феджеральда Кеннеди, он опять делает такой авторский биопик. Это снова не классический биопик, это не история любви JFK и Жаклин Кеннеди Анасис, это не биопик Джеки Кеннеди, это атипичный авторский биопик, то есть Джеки Анасис, увиденное глазами чилийца Пабло Лоррейна. События занимают всего несколько дней с флэшбэками, несколько дней с флэшбэками, флэшбэки действительно посвящены истории отношений, но сюжет посвящен одержимости Жаклин Кеннеди проведением правильной церемонии похорон своего убитого мужа. там есть сцена очень жесткая сцена убийства, вы знаете, две пули с разных сторон попали в JFK, мозг был выбит, то есть голова была разбита таким же образом, как у Сальвадора Ольянда, тут все рифмуется, и сцена довольно жесткая, опять же, элементы хроники бесшовно вмонтированы в фильм, то есть в этом фильме очень тяжело понять, где хроника, а где нет, и плюс есть опять же, такие радикальные авторские элементы, которые уже разработаны в последнем фильме, в фильме Ноу, непреднамеренной трилогии, когда он не стесняется в одном плане нам показывать актрису, исполнительницу главной роли, и тут же документальные телевизионные кадры, где реальная Джеки Кеннеди. И шва мы не видим, наоборот, эффект подлинности усиливается. Это огромная картина с точки зрения актерского ансамбля, главную роль сыграла Натали Портман, очень необычная роль, Натали, в принципе, актриса пластичная, но по тем ролям, что ей предлагается, спектр у нее пока не очень широк. Это, наверное, самая необычная ее роль. Она играет в радикальной манере, эту манеру тоже можно оценить как гротеск, по-своему, это насмешка, черно-юморная насмешка над деревянной Джоклин Кеннеди, над куклой в такой шляпке-таблетке. Это видно, поскольку они приводят фильм 62-го года, снятый за несколько лет до убийства Кеннеди. Тур по Белому Дому, по национальному американскому телевидению был не прямой эфир, а снятый тур, где Джоклин Кеннеди ходит и показывает Белый Дом, все его комнаты и то, как она их приспособила к жизни с Кеннеди вдвоем и с детьми. И этот тур и параллельно этот же тур сыгранный Портман, они резонируют и получается такой гротеск. Не то, что Лоррейн хотел надсмеяться над Натальей Портман, но он ее выводит амбивалентной фигурой, такой страдающей супругой, а при этом такой супругой. Вы знаете, она потом вышла за миллиардера Анасиса, у нее такая сложная жизнь, то есть она такая продолжала быть куклой в руках каких-то больших политических и финансовых фигур. И вот эту ее кукольность Натали Портман в своей роли зафиксировала. Это очень необычная роль. Но помимо нее играет Грета Гервик, совсем не вписывается, отличная роль между прочим, Сарсгард Петер, Билли Крадоб, Уильям Хюорд, Ричард и Грант, которого я не видел в кино тысячу лет как-то пропустил. Это звезда 80-х годов. Все гейские британские комедии его. Джон Кэрол Линч, помните Zodiac Speaking у Финчера, да, это он, Zodiac. В общем, мощнейший актерский ансамбль, все на своем месте. Альфреда Кастера не потребовался. Получилась вот такая необычная картина. Ну и, собственно, финал всей этой истории. Ну, тоже Золотой Глобус, там, по-моему, да, три номинации на Оскар. Три номинации на Оскар, лучшая женская роль Натали Портман, лучшие костюмы, лучшая музыка. И расскажу еще про остаток продолжающейся активной жизни молодого человека по имени, среднего возраста человека по имени Пабло Лорин. Значит, после этого он снимает картину Эмма. Она в девятнадцатом году идет в конкурсе Венеции. На мой взгляд, это не очень удачная картина, очень интересная для просмотра не очень удачная картина. Это вроде бы мюзикл, но там не поют, танцуют, танцевальный мюзикл. Вроде бы, это такая история женщины, но она какая-то не очень внятная, хотя прекрасная актриса Марьяна Диджиралама, чилийская тоже актриса, молоденькая, девяностого года рождения, играет. Эта картина и третье появление Гэль Гарсия Берналь, он играет героя значительно младше его реального возраста. Он играет опять постановщика танцев, но в этот раз не такого гротескового, как играет Альфредо Кастро в фильме Тони Манера, он играет настоящего постановщика, он ставит современный танец в его трупе его супруга, у них нету по каким-то причинам детей, они берут мальчика из дома, индейского происхождения мальчика, у него оказываются какие-то криминальные наклонности уже в молодые годы, он поджигает волосы одной из героини, она ей делает пластическую операцию, им приходится этого мальчика вернуть, и эта травма возвращения сына приводит к тому, что сюжет фильма сценарий абсолютно непредсказуем, а надо сказать, что это сценарист Гильермо Кальдерон, который написал «Клуб», один из лучших фильмов Лоррейна, написал «Неруду», спорный, но очень интересный фильм Лоррейна, и написал вот эту эму. Вот сюжет таков, что предсказать невозможно. Значит, ни с того, ни с сего героиня становится, одержима, очень красивая сцена в начале, когда мы видим первый план, горит подвесной светофор. Горит не красным, зеленым, или желтым, а горит пожар. Весь город не горит, а светофор вдруг горит ярким пламенем. Вот это очень красивая сцена, она, собственно, символ всего фильма. Фильм снимался в потрясающем месте, это самый красивый латиноамериканский город, это чилийский маленький городок на 300 тысяч жителей, называется он Вальпараиса, что так условно с испанского можно перевести в раю. Это город Горный Приморский порт, это город, где знаменитый фуникулер, почти вертикально поднимающийся. Так вот, в этом красивейшем городе снимается фильм, героиня, в этом городе живущая, становится одержима пироманией, она становится пироманьяком, то есть опять тема танец, это тема Лоррейна авторская, постановщик танцев, это его тема авторская, и одержимость, это авторская тема Лоррейна, она становится пироманьяком, она берет огнемет, который персонаж Гаэль Гарсия Бернали добывает для того, чтобы он для красоты поучаствовал как-то в одной из танцевальных сцен в экстерьере, в порту, но в итоге эта сцена, этот танец не был поставлен, и она начинает периодически ночью увлекается сжигать всякие разные объекты, чужую машину, какую-нибудь будочку, светофор, какой-нибудь домик небольшой, отдельно стоящий, и делает на фоне этого объекта селфи. Зачем она это делает, непонятно, явно она свою одержимость реализует как травму по утерянному сыну, и финал еще более непредсказуемый, не скажу, что это удачная картина, очень интересный сценарий, но по-моему, как режиссер, Лоррейн не справился с фильмом, не смодерировал нас как зрителя, мы теряемся, мы не понимаем вектора, и финальная сцена, она фантастическая с точки зрения смелости сценария, но и гротеск в чистом виде, это насмешка над всеми латиноамериканскими сериалами, какие только могут быть, «Я твой отец, а я твой мать», там, вот это все там есть, причем в одной сцене в течение трех минут как-то это как снег на голову падает, да, какая-то формула складывается, но фильм очень красивый, не только благодаря Вальпараиса, но благодаря работе режиссера, но с точки зрения всей конструкции и динамики он, к сожалению, не работает. что сказать, 20-й год работает на Netflix, снимает, по-моему, 8 эпизодов некого сериала «Хоуммейд», 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 там участвует много разных режиссеров, ну, это «Альманах», это не сериал, «Альманах» для Netflix, поскольку известный режиссер, он приглашается в «Альманах», там вместе с ним Соррентина, Наоми Каваси, Кристен Стюарт, как режиссер выступает, она сейчас вообще движется в режиссуру, там он знакомится с Кристен Стюарт, что важно. А вы знаете, Кристен Стюарт это такая эмблема феминизма, эмблема, лесбоэмблема американской культуры, одна из таких ярких культур и суперзвезда американского кино. 21-м году он для Apple TV делает 8 эпизодов сериала «История Лизи», это такой психологический роман ужасов Стивена Кинга экранизация. То есть он работает для крупнейших корпораций, там Джулиан Амур, Клайв Оулин, Джоан Айлен, куча тоже американских актеров. И все это заканчивается сейчас, он заканчивает большую картину для... Это британская картина, там британский сценарист маститый Ричард Райт и Кристин Стиварт, с которым познакомился на Netflix, на работе на Netflix, на Homemade, играет главную роль и не кого-нибудь, а принцессу Диану. То есть это опять авторский, атипичный биопик на очень больную тему для второй половины, для британской культуры, британского общества второй половины 20-х годов. Я посмотрел, ролик есть уже в сети, очень похожи, очень похожи Кристин Стиварт, то есть тут даже она дальше ушла, чем Натали Портман по своему сходству с Жаклин Кеннеди Анасис, но я почитал персонажей, в персонажах есть, например, такой герой, как Анна Болейн. Не знаю, что это будет за боепик, там, видимо, какие-то новые обертана будут, потому что или это совпадение, или нет, я не читал сценарий, Анна Болейн, вы знаете, это такая очень важная фигура, в истории средневековой Англии, это одна из многочисленных жен Генриха VIII, казненная, казненная на площади, и при этом она мать королевы, второй королевы женщины британской Елизаветы I. Анна Болейн, это и в мировом кинематографе, в немом периоде, фильм Любича Анна Болейн, это тоже экранизация этой истории, поэтому я не знаю, это совпадение имени и фамилии, или вдруг в королевскую историю XX века вписывается история из средневековья британская. В общем, очень интересный режиссер, на который я и хотел, на которого я и хотел обратить внимание, он был в 2013 году членом жюри Венецианского фестиваля, то есть он востребован сейчас, это такое крупнейшее имя в латиноамериканской культуры, которые экспортированы в мир. В принципе, такие имена в латиноамериканской культуре есть разного масштаба, но, на мой взгляд, сейчас, если не иметь в виду футбол, это крупнейшее имя в латиноамериканской культуре, которое востребовано миром. То есть процесс глобализации имеет свои положительные и отрицательные стороны. Положительные, что такие талантливые люди всплывают для мира, а с другой стороны отрицательная коррупционная составляющая, когда большие деньги разрушают авторские способности. Я не выношу приговора Пабло Лоррейну, конечно, он на высоте, но опасность того, что он потеряет свои авторские возможности, есть. В любом случае режиссер интересный, может быть, все фильмы смотреть не обязательно его, но непреднамеренная трилогия и примыкающая к ней по эстетике, больше по эстетике примыкает к ней Джеки, но и не Руда, просто потому что это близкий период и важный период латиноамериканской культуры, причем, знаете, да, надо сказать, что в одном из фильмов Лоррейна Аугуста Пиночет появляется еще не генералом и не диктатором, не человеком, который возглавил переворот, он появляется как капитаном, начальником концлагеря, куда свозят коммунистов в период, когда на них начинаются гонения вот в 40-е годы, когда правые приходят в Чили к власти. И там уже впервые Пиночет появляется как человек, который любит концлагерь, и потом он делает из Чили огромный концлагерь спустя 30 лет, что и зафиксировал в своих фильмах через философскую авторскую формулу киноязыка Пабло Лоррей. Вот все, что я вроде бы хотел сказать. А вообще, почитайте биографию Неруды, у него есть автобиографии, изданные на русском языке. Ну, то есть, вы можете почитать и его элегии к Сталину, причем он сталинист в высоком смысле. Уже Сталин умер, уже сталинизм, в общем, сошел на нет, но в 54-м году, обладатель премии 53-го года, он пишет элегию Сталину. Виноградники и ветер. То есть, такой сталинист продвинутый. И охота на него была организована всем правительством Гонсалеса Ведены, потому что необходимо было эту фигуру уничтожить. Сразу после переворота Пиночетовского дом Неруды был разграблен сначала пехотными частями, потом морских пехотинцев туда прислали. Они разграбили дом, но в комнату Неруды зашел глава пехотинцев, кому был дан приказ разграбить большой дом высто-негра, где жил Неруда на склоне жизни. Но тот морской пехотинец зашел и извинился перед Нерудой, хотя дом был полностью разграблен, у него там были объекты со всего мира, собранные всякие интересные. И он умер, в общем, его машина, которая везла, когда у него случился приступ, а у него, сказал, был рак просады, от которого в больницу, несколько раз останавливали патрули. Есть легенда, которая была не подтверждена, но в 2013 году труп Неруды был эксгумирован, проверялась версия, что его убили инъекцией по приказу Пиночета в больнице. Так я не понял истории, чем закончилось, подтвержденные версии нам не дали. Но, в общем, на похоронах Неруды была только одна женщина, его жена, и больше ни одного человека, она шла за гробом. То же самое, что с Сальвадором Альенде. Но Альенде и Неруда, которые умерли, погибли, или умерли, Альенде-то погиб, но про Неруду непонятно, в один год успел на смерть своего друга Сальвадора Альенде, которому он уступил президентский пост на выборах, он написал такую яркую поэтическую прокламацию, которая распространялась в коммунистической партии, а книги были, естественно, сразу запрещены, последние сборники. В общем, очень драматическая история, обязательно почитайте, если вам интересна чилийская культура, есть на русском языке автобиография Неруды, Пабло Неруды, которая под гениальным названием, это одно из названий, которое мне очень нравится, называется «Признаюсь, я жил». Вот, очень коротко и предельно автобиографическая форма. Вот, человек прожил полноценную, такую искреннюю жизнь и вписался сюда и сталинизм, и Нобелевская премия, и высшая точка чилийской культуры. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok